Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Александр Попко и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили более 1840 выездов. На пожарах погибли 15 человек, один из которых – ребенок. 28 человек, в том числе двое детей, пострадали. Более 1800 человек работникам МЧС удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Все подробности о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. В понедельник за сутки сгорели сразу две хозпостройки. На переулке Болотниково огонь разрушил крышу сарая, повредил стены и вещи внутри. Причина появления огня – нарушение правил эксплуатации печей. Помните, запрещается топить печь с открытыми дверцами, растапливать печь бензином или легко воспламеняющимися жидкостями, оставлять топящую печь без присмотра. А топку печи необходимо прекратить не менее чем за два часа до отхода проживающих ко сну. В понедельник около полудня пришлось остановить работу на одном из столичных заводов по улице Желуновича. Здесь разлился битум, после чего смесь загорелась. На место немедленно приехали боевые расчеты МЧС. Спасатели потушили пожар. В ЧП никто не пострадал, эвакуация тоже не потребовалась. Но работу предприятия по выпуску асфальтобетонной смеси все же пришлось остановить на сутки. Причина происшествия сейчас устанавливается. Минск чрезвычайный. Во вторник в разных частях города горели сразу два автомобиля. Один из них – «Лянча Зета» 2000 года выпуска. Пожар начался в моторном отсеке, затем огонь перекинулся в салон минивэна. В результате целыми остались лишь колеса и внешняя часть кузова. В другом случае прямо во время движения на улице Прушинских вспыхнул «Мерседес». На место оперативно прибыли спасатели. Пожар огнеборцы быстро потушили. Предполагается, что причиной возгорания в обоих случаях стало короткое замыкание электропроводки. Это еще раз доказывает, что своевременно обслуживать и правильно эксплуатировать нужно любую машину. И делать это только на лицензированных СТО. В четверг вечером спасатели пришли на выручку семилетнему мальчику. Инцидент случился в доме на улице Слободской. Нога ребенка застряла между рамой велосипедом и педалью. Оперативно прибывшие работники МЧС за несколько минут высвободили ребенка из-за подни. Он не пострадал. На заметку родителям. Рассказывайте своим детям об опасностях, которые таят в себе, казалось бы, привычные нам вещи. Минск чрезвычайный. В воскресенье на улице Придорожной помощь спасателей понадобилась нетрезвому водителю асфальтоукладчика. Его около трех ночи доставали из салона самоходного катка. Известно, что рабочий не справился с управлением тяжелой техникой и наехал на бордюр, в результате чего машина опрокинулась. Мужчина оказался зажатым в салоне. Выбраться самостоятельно не смог. Работники МЧС с помощью аварийно-спасательного устройства достали из салона 60-летнего водителя и передали врачам. Во время аварии ему разможило левую стопу. Также у медиков вызвало подозрение его состояния. Возможно, мужчина был пьян. Минск чрезвычайный. Вот такой была оперативная обстановка в столице. За окном жаркая погода, многие в отпусках. Еще раз хочется напомнить про безопасный отдых на природе. Не купайтесь в нетрезвом состоянии. Берегите голову от солнца. Не оставляйте детей без присмотра. А как действовать в самых разных чрезвычайных ситуациях, расскажет бесплатное приложение МЧС «Помощь рядом». Установите его на свой смартфон и получайте оповещения об опасности и рекомендации по действиям в режиме онлайн. А я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.